15 октября с утренних часов вражеские вооруженные формирования подвергли интенсивному тяжелому артиллерийскому и ракетному обстрелу Агдамский район по различным направлениям. В результате попадания снарядов в частные дома в поселке Беринджи и Бахарлы Агдамского района получили телесные повреждения различной степени тяжести и были помещены в больницу два человека. Помимо этого был причинен серьезный ущерб инфраструктуре. На 19-й день 44-дневной войны, ставшей одной из самых славных страниц в истории Азербайджана, азербайджанская победоносная армия освободила от оккупации село Арыш Физулинского района, село Дошулу Джабраильского района, село Эдиша, Дедюкчу, Эдили, Чирагуз, Ходжавенского района. Также МИД Азербайджана выступил с заявлением по поводу обстрела кладбища в Тертере. Как говорится в заявлении, этот шаг Армении является грубым нарушением соглашения о гуманитарном прекращении огня. В результате преднамеренного обстрела вооруженными силами Армении кладбище во время похорон в Тертерском районе погибли три гражданских лица, пять получили тяжелые телесные повреждения. Этот акт – очередное варварское преступление Армении против человечности. Грубое нарушение армянской стороной гуманитарного соглашения о прекращении огня еще раз свидетельствует о том, что эта страна не заинтересована в политическом регулировании конфликта и намерена продолжать агрессивную политику против Азербайджана, говорится в заявлении МИД. 15 октября 2020 года президент Ильга Малиев дал интервью турецкому телеканалу НТВ о важности роли Турции в регионе. Эти реалии, истинное положение заключается в том, что сегодня в регионе никакой вопрос не может решаться без участия Турции. История последних лет уже показала это. Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но это факт, реальность. Естественно, Турция, как сосед Азербайджана, Армении и другой южнокавказской страны Грузии, играет активную роль в этом регионе. Это право Турции. Так было исторически. Мы хорошо знаем историю. В тот же день верховный главнокомандующий Ильха Малиев дал интервью генеральному директору медиагруппы Международное информационное агентство России сегодня Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости, в очередной раз заявив, что Азербайджан не даст согласия на независимость так называемого Нагорного Карабаха. Наша позиция всегда была очень конструктивной и последовательной. Она опиралась и на норму международного права в плане реализации четырех резолюций Совбеза ООН, которые требовали немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских сил с наших территорий. Наша позиция всегда основывалась на трагматичном подходе. И думаю, что те наработки, которые существуют на переговорном столе, они это четко показывают. Что касается красных линий, об этом мы заявляли очень четко и сопредседатели минской группы об этом хорошо знают. Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена. Ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха. Генеральная прокуратура обнародовала статистику преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокации Армении с 27 сентября до 12.00 15 октября. В результате обстрелов вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 43, а пострадавших – 218. Были повреждены 1592 дома, 79 многоквартирных зданий и 290 гражданских объектов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok